Здравствуй, дорогой утру! Рада снова видеть тебя на уроке обучения грамоте. Тема нашего урока – составление рецепта салата. Сегодня на уроке ты узнаешь, как составлять рассказ по сюжетной иллюстрации или серии картинок. Научишься применять правила правописания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Наш урок я хочу начать с загадки. Если ты ее подаришь, то счастливей каплю станешь. Она мигом обернется и к тебе скорее вернется. Грусть она прогонит махом, словно фея крыльев с махом. На нее ты не скупись, с каждым ею поделись. Догадался, что это? Правильно, это улыбка. Улыбнись себе, улыбнись окружающим. Давай начнем урок. Сейчас мы с тобой снова отправимся в наше виртуальное кафе. Но не в роли посетителя, а в роли повара. Надевай фартук, колпачок, перчатки. Обязательно помой руки. Ты готов к работе? Открой свою тетрадь. Запиши число. Пропиши сочетание ЖИ-ШИ. Вспомни правила их правописания. Сочетание ЖИ-ШИ пиши с буквой И. Пропиши слово БЕЛЕШИ. Не забудь выделить орфограмму в слове. Запиши предложение. Приготовь БЕЛЕШИ по рецепту, соблюдая нормы каллиграфического письма. Теперь давай узнаем, что же ты будешь готовить. Отгадай РЕБУС. Переставь слоги. Запиши, что получилось. Правильно, это фруктовый салат. Обрати внимание на правописание словарного слова САЛАТ. Запиши в свой словарик и выучи его. Выбери для приготовления фруктового салата необходимые ингредиенты. Апельсин, яблоки, клубника, банан и йогурт. Запиши список продуктов для приготовления фруктового салата. Также для приготовления салата тебе понадобятся следующие предметы. НОЖ, РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА, ЛОЖКА и ЧАШКА. Но при работе с ножом будь осторожен. Не порежься. Давай поработаем со словами. Посмотри внимательно. Назови орфограммы в данных словах. В словах НОЖ, ЛОЖКА, ЧАШКА есть парные согласные, правописание которых нужно проверить. Подбери проверочные слова. НОЖ, НОЖИ, ЛОЖКА, НЕТ, ЛОЖЕК или ЛОЖЕЧКА. ЧАШКА, НЕТ, ЧАШЕК или ЧАШЕЧКА. Звук согласный проверяй, рядом гласный подставляй. Чтобы не ошибиться в написании слова ДОСКА, проверь безударную гласную О. Для этого тоже подбери проверочное слово. ДОСКА, ДОСКИ. Как проверить гласную? Если есть сомнения, надо слово изменить, поставив ударение. В словах ЛОЖЕЧКА, ЧАШЕЧКА запомни орфограмму ЧКЧН. В этих сочетаниях мягкий знак не пишется. В словах НОЖИ, ЧАШКА обрати внимание на правописание гласных после шипящих Ж и ЧЕ. Запомни, ЖИ, ШИ, ПИШИ, СИ, ЧА, ЧА, ПИШИ, СА. Ингредиенты у нас готовы. Столовые приборы тоже. Переходим к приготовлению салата. Чтобы блюдо получилось вкусным, нужно готовить его по рецепту. Рецепт – это пошаговая инструкция приготовления блюда. Посмотри на картинки и попробуй составить по ним рецепт приготовления фруктового салата. Может, ты уже знаешь, как его приготовить? Помой и почисти любимые фрукты. Нарежь всё порционными кусочками. Будь осторожен с ножом. Сложи всё в салатник. Добавь йогурт и перемешай. Салат готов. Приятного аппетита! А теперь этот рецепт запиши в тетрадь. Проверь. Помой и почисти фрукты. Нарежь всё кусочками. Сложи в чашку, залей йогуртом и перемешай. Молодец! Ты отлично справился с заданием. Теперь ты можешь поделиться этим рецептом со своими друзьями. А ты знаешь, что такую пошаговую инструкцию можно использовать не только для приготовления вкусных блюд, но и при чтении произведений. Например, ты читаешь какое-то произведение, содержание которого тебе нужно запомнить. Для этого необходимо разбить текст на части, нарисовать каждой части картинку, подписать её содержание. У тебя получился картинный план, который поможет подготовиться тебе к пересказу текста или письменному изложению. Посмотри на слайд. На нём изображён картинный план к рассказу Николая Носова «Живая шляпа». Если ты ещё не читал данное произведение, сделай паузу и прочти. Восстанови порядок картинного плана в соответствии с содержанием текста. Проверь. Ты отлично потрудился. А теперь я тебе предлагаю узнать, что может произойти, если не соблюдать порядок приготовления блюда. Послушай стихотворение повар, которое написал Олег Григорьев. Подумай, что неправильно сделал повар. Повар готовил обед. А тут отключили свет. Повар леща берёт и опускает в компот. Бросает в котёл поленья, в печку кладёт варенье. Мешает суп кочерёшкой, угли бьёт поварёшкой. Сахар сыплет в бульон. И очень доволен он. То-то был винегрет, когда починили свет. Надеюсь, с тобой такого никогда не произойдёт. А если тебе понравилось это стихотворение, ты можешь прочитать другие книги этого автора. Теперь я предлагаю тебе поработать самостоятельно. Составь синквейн со словом повар. Выполнить это задание тебе поможет схема-подсказка. Первая строчка – это слово-предмет. Вторая строчка – два слова-признака. Третья строчка – три слова-действия. Четвёртая строчка – фраза, показывающая отношение к теме. И пятая строчка – слова, отражающие смысл темы. Вот закончился урок. Подведём сейчас итог. Я предлагаю тебе оценить твою работу на уроке. Сегодня ты отлично справился с ролью повара. Ты узнал, как составлять картинный план к рассказу и использовать его при пересказе. Повторил правописание орфограмм. Познакомился с новым словарным словом «салат». Приготовил фруктовый салат по рецепту. Спасибо за внимание. До новых встреч!